Друзья мои, рад вас снова всех приветствовать снова на канале Adam's Channel. Сегодня видео будет не про краны, не про заработок в интернете. Сегодня будет не очень положительная информация относительно моего канала. Возможно, вы уже догадались, возможно, нет. Захожу, значит, сегодня утром к себе в YouTube, в творческую студию. И встречаю там вот такое сообщение. У представителей многоканальной сети больше нет доступа к вашему аккаунту. Теперь, чтобы монетизировать видео, вам нужно связать канал с аккаунтом AdSense. Думаю, что за дела? Скажу, что у меня была партнерка Quiz Group. С 2000... какого года она? Сейчас скажу вам точно. С 2014, кажется, года она у меня была, эта партнерка. Поначалу я очень мало зарабатывал, там 1, 2, 3 доллара, то это вообще копейки были, но я делал видео, вы видели, да, там старые видео, особенно forumcake, youcomment, там просто первый и так далее. Это очень старые видео, но они до сих пор актуальны, но там есть какие-то, как бы, отличия. Вот, я видео делаю неподготовленным, поэтому, возможно, какие-то киксы я буду, может быть, запинаться. Так что, прошу за это прощение. Вот, ну и немножко волнуюсь. Такая вот новость, это как будто просто взяли на тебя и ушат ледяной воды на голову, прям налили. Так вот, что это значит? Это значит, что меня отключили от партнерки Quiz Group. Захожу, значит, я на почту, через которую я регистрировался в этой партнерке, и там вот такое вот письмо со следующим содержанием. Дорогой партнер, ваш канал был отсоединен от партнерки Quiz Group. То есть, денежки за март вы получите в период от 20 до 27 апреля. Причем, это письмо, обратите внимание, пришло 30 марта. А свою выплату за март в этом месяце я получил гораздо раньше вот этого числа. Я даже удивился, а чего так рано? Это было где-то 16 апреля было, что я получил доход с этого Quiz Group, то есть с партнерки. Что они говорят дальше? We would like to take the opportunity to thank you for your partner. Мы там выражаем благодарность за то, что использовали нашу партнерку и желаем вам всего хорошего. Will you all the best? Но никакой причины, почему отключили, никаких объяснений. Вот просто взяли тебе и написали. Короче, пошел ты вот туда. Ну а мягко выражаясь, это получается вот так. Взяли и отключили от медиа-сети, не объяснив причины. Ну, вообще там так и принято, да? Чтобы причину не объяснять, ты там будешь в догадках. Но я не знаю, честно говоря, почему меня отключили. Вроде как доходы соответствовали их меркам. Там определенная сумма есть, если, например, ты там меньше 10 долларов зарабатываешь или меньше 5 долларов. Не знаю, честно говоря, какая там мерка. Но, по крайней мере, чем... То есть меньше, если сумма на канале, заработок, доходы идет, то они с такими каналами не сотрудничают. Такими каналами не сотрудничают. Но у меня было нормально. Я не буду сейчас цифру это говорить. Ну, мало ли кто смотрит моё видео, да, скажем. Но было всё-таки так нормально для них, чтобы они сотрудничали со мной в качестве партнёра. Вот. Что же произошло, я не знаю. И так и останется это непонятно. Но в любом случае надо что-то делать. Что надо делать? А именно искать новую партнёрку. И вот это вот видео, оно будет неким таким обращением к моим подписчикам. Я бы хотел узнать, к каким партнёркам вы присоединены. То есть, с какими партнёрками вы сотрудничаете. И какие вы можете посоветовать мне. Потому что у меня канал, как видите, довольно раскрученный. Ну, не очень-таки раскрученный. Но всё же там уже где-то 6 тысяч подписчиков. За что, конечно же, вам огромное спасибо. Видео я делаю часто. Если не каждый день, то в два дня один раз. Вот. В последнее время мало делал. Ну, потому что были некоторые проблемы личные. Но всё же, периодичность выхода видео на канале всё-таки есть. Вот. Я вот хочу просто, чтобы вы мне посоветовали какие-то партнёрки. Где я смогу подать заявку. И очень быстро переподключить свой канал. Но уже к другой партнёрке. Вот. Это такая вот одна просьба. У меня будет ещё одна просьба. Я позволю себе такую маленькую просьбу. Дело в том, что сейчас, как вы понимаете, у меня никакого дохода с монетизацией больше нет. Хоть здесь это всё показано, что включено. Но этот доход идёт в Google AdSense. А через Google AdSense деньги обналичивать это довольно долго. И, ну, там проблемно, короче. Там надо всякие вещи связывать. Кошельки, мышельки. Какая-то там, не помню, какая-то система переводов, которая в нашей стране, она не действует. Но, одним словом, это большой геморрой. Я не хочу просто связываться с этим Google AdSense. Вот. Ну, а если я подключусь к партнёрке, я так понимаю, вот то, что заработалось за вот этот промежуток времени, то есть с марта до сегодняшнего числа, оно как бы пойдёт в партнёрку. А может, и не пойдёт, может, они с нуля начнут. Одним словом, там будет очень-очень маленький, сами понимаете, доход будет очень маленький доход. И на этот доход, естественно, ничего ты и не сделаешь. Вот. И я поэтому попрошу вас, ну, как бы донат. Вот, да, то есть я оставлю в комментариях, в описании видео, вернее, свои платёжные кошельки. Пусть это будет биткоин, пэйр и в мэр. И вы сколько сможете, можете там поделиться. Это не обязательно условие. Если у вас этой возможности нету, или вы не хотите, не надо это делать. Это касается тех людей, которые хотят как-то выразить благодарность за то, что я делаю на ютубе, за то, что я снимаю эти видео. Друзья, я вот просто прошу вас, вот этот донат, это временно, пока я не подключу новую партнёрку и буду с ней сотрудничать. Вот такое вот у меня видео получилось, не в очень хорошем ключе. И это ещё раз, лишний раз доказывает, что в жизни может всё случиться. Абсолютно всё, чего ты не ожидаешь, чего ты ожидаешь. И это может случиться абсолютно в любой момент. Так что, вот так вот. Будьте готовы ко всему. Абсолютно ко всему. Ну вот, что ещё хочу сказать, друзья. Я даже не знаю, что ещё сказать. Конечно, обидно делать, делать, делать столько и в итоге. И то я вот, кстати, заметил, что за последнее время доход резко упал. Очень резко упал. Оказывается, это они уже меня отсоединили ещё с 30 марта. То есть, фактически весь этот месяц я на шару, понимаете, работал. Вот почему они... Так, это не то. Вот почему они выплатили рано. Мол, идёшь и иди, давай так. Вот так вот. Вот почему доход у меня резко упал. Вот теперь я это понял. А то ведь нормально всё было. И вдруг, на тебе, такой резкий вот спад дохода, я никак не понимал. И вот сейчас уже стало понятно. То есть, они меня отключили уже даже вот 30 марта. Они мне сказали, до свидания. Не, не, до свидания, адиос, прощай. Вот так вот. Ну что же сказать тебе, Квейс Групп. Было, конечно, приятно сотрудничать. Но хотя бы объяснили причину. Хотя это уже, в принципе-то, и не важно, что там причина. Ну, могут сказать, что ты там, типа, мало зарабатывал, нам уже так не устраивает. Может быть, там у тебя видео какие-то, связанные с криптовалютой. А, вот оно что может быть. Вы знаете, ведь сейчас же насчёт криптовалюты такая охота, да, на криптовалюту. Там, типа, Facebook реклама блокирует, Google+, а нифига не блокирует. Как группы были с этими рекламными постами. На краны, на всякие хайпы, пирамиды. Так они и до сих пор есть. Если уж блокируют, то пусть блокируют не официальные рекламы, а всё вместе, что там происходит. Наверное, всё-таки это из-за криптовалюты, вы знаете. Ну, если так, то это, конечно, догадка. Я не утверждаю, что это так. Но если даже так, то и хрен с ними, с этой квест-группам. Пошли они тоже туда, куда меня послали. Вот. То есть, желаю вам тоже всего хорошего. Ну, короче, ребята, я на нервах, сильно на нервах. Так что могу нести какую-то чушь. Ну, я постараюсь работать в том же темпе. Ещё раз хочу обратить ваше внимание на эти донаты. Ещё раз говорю, это необязательное условие. Но если вы это можете себе позволить, то мне будет очень приятно. Это будет поощрение моему труду. И, соответственно, я буду продолжать работать. Ну что ж, вот так вот, ребята. Я, наверное, даже не буду монтаж делать. Как есть, так и залью. Всё. Спасибо за внимание, за сотрудничество. Надеюсь, ещё увидимся. Хотя нет, зачем надеюсь? Увидимся. Обязательно увидимся. И очень скоро. Всем удачи. И будьте здоровы. Пока.